Посмотрим, как работает на самом деле маска. Давайте просто откроем, возьмем вот эту фотку и сделаем так. Звездочка, открыли звездочку, сверху него поставили. Чтобы сделать маску, ваш объект должен быть постоянно наверху. Делаем, смотрите, правую кнопку нажимаем, тут есть Make Clipping Mask. На него нажмем, и уже у нас маска создается. А объект должен быть сверху, да? Маска должен быть сверху, чтобы сделать маску. Вот сверху делаем маску, круглок. Не важно, здесь будет ли какой-то свет или вообще. Как вы видите, здесь ничего нету, да, на маске. Может быть, сейчас. Просто когда я пыталась сделать маску, там сказано, что нет индисекшн-поум. Оно, наверное, внизу было. Смотрите, вот у меня крючок. Делаем еще один маленький кружок, вот такой. И это сделаем сверху. Самый верх, наверху будет оно стоять. И мы хотим закрыть в этом маске, да, в этом круге. Выделяем и делаем Make Clipping Mask. Как вы видите, что оно делало? Самый последний, наверху было, этот маска работал. Чтобы вот эта маска работала, нам нужно его наверх поднять полностью. Выделяем. Make Clipping Mask. Все. Берет нам маску. Чтобы закрыть лишний объект, нам это нужно делать. Вот. Скажем, я хочу вот эти лишние линии закрыть. Что делаем? Берем. В таком размере откроем объект. Берем, вот так открываем. Если вы не знаете размер монтажного области вашего, просто можете отсюда посмотреть. Как? Вы входите, нажмете вот сюда один раз, и можете посмотреть, какой размер у вашего монтажного области. Маску можно поставить в любом месте. Ну, я хочу, как сказать, по линии монтажной области, хочу закрыть все это, свои иллюстрации. Все. У меня 2000 на 2000. Делаем размер 2000. И тут внизу тоже 2000. Все. По центру сделаем с помощью Alink. Так, окей. Посмотрим, наверху ли оно все. Да, наверху. Берем правая мышка Make Clipping Mask. Все. Чтобы открыть маску, нам нужно выделить весь объект. Правая кнопка. И вот этот. Все. Открывается маска. Поняли, да, для чего нужна маска? Можем сделать даже сверху маску, еще одну маску. Как это вот? Делаем пружок. Берем... Делаем маску. Поняли, да? Ну, я вам не советую делать больше одного маска в одном иллюстраторе. Это вредно. Вообще, в целом неправильно считается. Можно одну-две максимумы сделать. Много маски не нужно делать. Это именно, как вы говорите, делать просто маски. Если у вас там 3-4 иллюстрации, нужно какие-то линии закрывать. А когда вы его маска... Делаете маску, вы не можете ему какие-то эффекты дать. Просто так. Или что-то... Эффекты не можете дать. И много масок там будет полностью. И неправильно идет вся структура. Должен быть главная маска. И хотя бы внутри еще одна маска. Максимум 2-3 маски нужно использовать. И все. Остальные должны вы сами удалять, убрать. А если будет много масок, то... Это плохо. Просто я очень много масок добавляю. Я обычно работаю. Нет. Я вам советую. Я лично максимум до 3 масок использую в одном иллюстрации. И просто у меня достаточно тяжелые иллюстрации там. Просто там очень много деталей бывает. Глаза там в одном зрачке столько масок. Очень много. То есть один зрачок это уже такая маска. Зачем вам не делать ее группу и все? Есть какое-то... Я просто чтобы до контра не выходила. Вот так. Вот это нужно... А вы именно в иллюстраторе говорите? Нет, я не в иллюстраторе. А. Просто обычно если... Я делаю много масок, у меня очень тяжелая работа выходит. И моя программа, она в барах пить. Глючит. А после того, как уже все засовываем маску, уже невозможно ничего придать. То есть вы завершаете? Нет, почему? Вот вы делаете маску. Если вы хотите сделать изменения, нажмете на маску два раза. Вот, например, вы можете просто открыть маску и потом после заканчиваете работу и заново закрываете. А если хотите здесь какой-то объект убрать или свет поменять, два раза нажмете и вы заходите в маску. Еще раз два раза нажмете, например, вам нужно вот эту облаку поменять, свет его. На него два раза нажмете, все, именно в этот объект вы заходите. Вы можете делать только здесь изменения. Вот берем, его мы сделаем что? Свет давайте сделаем желтый. Не знаю, сейчас поменять. Так, красный. Такой свет. И все. Видите? Поняли, да? Два раза нажмете, заходите в маску. Вот здесь можно посмотреть. И возьмете, выделите какой-нибудь объект, вот этот, например, нажмете два раза и все, заходите в одну группу. Здесь, почему, например, я сюда нажимаю два раза, вот, открывается только это, а когда в гору нажимаю два раза, почему откроется все? Да, тут группа. Поняли, да? Чтобы выйти на любое свободное место два раза нажмете, или вот отсюда назад делаете, вот. Или просто на любом точке два раза нажмете и все. Поняли, да, наши отмазки? Для чего нужны маски? Вот лишнее место вот закрыло с маской, ну, мне сейчас нужно поработать. Пока что я открою маску. Удалю, которую я делал, линию для масок. Все, теперь мы должны продолжать нашу работу, которую я вам в группу скинул. Так, 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 так. Наверху было? А, тут, ага. Вот это мы должны рисовать сегодня до конца. В целом у меня все тут хорошо, да, как вы видите. Мне нужно несколько вот этих линий объекта поставить и елки поставить полностью, эти елки. И тут у меня вот газон вот такой, эти есть. И все, луну я поставил. Давайте сделаем, как это делается, узнаем, как это делается. С горы у меня все хорошо. Здесь я ничего не трогал, как есть, так стоит. Вот, как вы видите. Мне нужно вот эту, вот такую линию сделать. Одну и две, и это третий. Вот это уже у нас будет третий. Давайте сделаем линию одну, вот такую. И дадим ему свет. Тут у меня градент стоит, видите? Но я не хочу поставить градент. Я хочу более темные объекты, вот этапно, чтобы было такое. Ну, мы можем наизу сделать, немножко можем отсюда черный сделать, скажем, немножко. Ну, как вы замечаете, тут оно очень сильно отличается. Вот видите? Чтобы нам взять какой-нибудь определенный свет, нам нужно одну вещь сделать. Какой? Берем квадратик. Короче, это как делается? В граденте, сейчас, как вы видите, здесь, вот, градент, тут несколько светов. То есть, здесь потемнее, здесь другой свет. И так создается градент. Нам нужно все вот эти света вытащить от градента. Как это делается? Заходим в градент, который есть у нас. Вот сюда в градент заходим и копируем код именно вот этого света. Вот это. Все. И добавим сюда ее свет полностью. Это у нас будет другой, который потемнее. И копируем ее свет. И ставим сюда. Все. Как вам? Нормально? Все. Копировал я два света, основные, которые мы добавили в градент. И нам нужно отсюда взять все света именно в граденте. Как это делается? Мы берем, выделим два объекта, заходим в этот инструмент, blend tool. И сюда один раз нажмем. И сюда один раз нажмем. Как видите, все нужные света здесь выходят как градент. И мы отсюда можем какой-то свет взять и использовать. Как вы видите, я здесь вот ручной делаю. Например, взял, копировал. И здесь хочу ручной добавить какой-то свет. Хочу потемнее его сделать. Здесь с инструментом вот так делаю. Оно еще темнее становится. Чтобы взять отсюда подходящий именно, нам нужно этап вот этой линии сделать. Берем, вот мы так сделали. Заходим в объект, сделаем expand. И как вы видите, отгруппируем его. Здесь есть каждый свет, который мы можем использовать. Вот начальный свет. И это окончательно, темный. Отсюда мы можем взять какие-то свет, которые нам нужно использовать. Чтобы создать что именно глубину такую. Видите, тут света другие, но как будто заметно и незаметно какое-то. В одном месте потемнее, а в одном нет. Вручную не получится сделать точь-точь. Это мы делаем с помощью этих инструментов. Свет вот так. Берем все. Сюда поставим вот такой свет. Его делаем немножко темный. И здесь тоже должны рисовать такой же. Берем, нарисуем. Вот так. И возьмем отсюда какой-нибудь цвет. Например, вот это. И посмотрим, что будет. Сильно, да, отличается? Берем. Тогда попробуем вот отсюда взять. Немножко отличается, да? Заметно в экране? Незаметно? Незаметно? Тогда возьмем отсюда немножко. Вот видите? Теперь создался у нас вот такой. Эта фигура не очень подходит. Берем, посмотрим, какая у меня тут фигура. С этой стороны вот так идет. И этой вот так. Все. Берем. Сокроем точки. Вот, в принципе, все у нас получится. Так. Теперь мне нужно елки поставить. Смотрите, я не хочу вот эти елки ручную рисовать. Для этого нам есть такой инструмент трассировка. Мы используем эту трассировку в таких случаях, когда нужно будет обычные вещи рисовать. Например, на елку не нужно тратить время, если вам нужно просто на фон хотите поставить. А если, например, на сток-сайтах вы хотите продать, не нужно взять сток-сайтах, готовые елки. Что нам нужно делать? То ли рисовать, или то ли трассировать, то есть готовить фотку. Что делаем? Заходим в Google. Вот у меня тут Google. Напишем елка. И делаем вектор. Вектор или скетч. Заходим в картинку и находим нужную нам елку, которая больше всего подходит. Поищем. Так. Вот это больше всего подходит. Копируем его. Вставим в иллюстратор. Все. И здесь есть, где Windows, тут есть Image Trace. Заходим туда и нажмем вот сюда, Adirat, чтобы видеть, что творится у нас вообще. Если не нажмете, не можете видеть изменения. И поближе сделаем. И настройку мы сами вот так потихоньку исправим. Вот, чтобы было похоже. Немножко. И. Угу. И нажмем Expand. Все. Да. Рассем вектор был. Дубизод. Нажмем сюда, сюда два раза. Все. Возьмем волшебную палочку. И выделим тот свет, который нам не нужно. Вы можете ручную удалять. Но бывают такие случаи, где-то остаются вот такие вот объекты. Если вы ручную хотите убрать. Мы так не делаем, потому что нам быстрее нужно это делать. Берем волшебную палочку, выделяем белый свет и удаляем. Как вы видите, весь свет, который вы выделили с помощью волшебной палочки, удалился. Все. Берем эту елку и эту. Не знаю, вот эту. И вот эту. Бутабель или имидж. Нажимаем Shift и выделяется. Копируем. Ставим сюда наши елки. Ну, нужно какие-то эти... Теперь соберем немножко вот эту вообще личную кассу. Чтобы вот так было видно, нам нужно собрать. Берем. Все. Пока вот это уберем. И все елки прикрашиваем на этот цвет. И все. Группируем. Начнем так поставить. Хочем немножко поменяю. Прямо отличается. Видите? Поэтому нужно сам выразить. Что? Их вместе. Это как? Нижняя часть елки тоже мне надо. Да, да, да. Да, правильно. И вот эту часть тоже пока уберу, потому что нам нужно вот эту часть закончить полностью вначале. Берем елки и их сделаем поменьше. Правильно? И тут у меня вот градиент стоит. Ну, вот с этим светом я все беру. Готово. Без градиента беру свет, как получается. И все. Начнем. Ставить такие елки. Ставить такие елки. Ребята, вам все понятно, да? Вот эти не нужно, да, объяснять. Продолжение следует. Все, с этим решили. Все, нормально, да? Теперь второй. И вот этот берем. Копируем. Начнем поставить. Теперь. Заметно на вашем экране? Разница? Не очень? Сливается, да? Значит, нам нужно... Вот отсюда начнем. Тогда возьмем вот этот свет. Проверим. Отличается? Нет. Теперь немножко отличается? Все. Нормально. Не, можем попробовать другой. Например, вот этот. Уже хуже стало. Заметили? Да. Вот отсюда тогда берем. Нет. Тут... Вот это лучше, ребята. Знаете, да? Я как копирую? Как? От... От... Е... 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 Чао? Чао? Ха-ха-ха. Таооо. Ага. Нет. Нажимаю Alt, левая кнопка мышки. Круто, да? Круто, да? Нет. Вот это немножко. Так. Мне нужно, да, объяснять? Вы же понимаете, да? Вот эту часть мы закончили, и все ёлки нам нужно группировать. Вот эти. И вот эти тоже нужно группировать. Да? Да? И вот это вверх поднимем. И копируем эту ёлку и вставляем сюда. Да? 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 Ненужные, ну, редко требуются люди, которые творческие, но очень медленно работают. Редко требуются люди, которые некачественно, но быстро работают. работают. Я вот качественно и быстро постараюсь работать. и все равно, да? Угу. 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 Заметно глубина? Потемнее или побольше нужно сделать? Потемнее. Потому что на резервнице, там, в общем, там, вот эти логи, там прям выделяются. Правильно. Нет, 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 уже. Вот эту елку мы делаем побольше, потому что, потому что мы видим его. Да. Нет, вот эта елка уже лишняя, по-моему. И вот еще, заметьте, вот эти, тут елок очень много. Нужно какие-то части убрать, или немножко вниз спустит, вот так. Что посоветуете, вниз спустить или убрать? Вниз. Убрать. А, вот тхуям сгал, вот тхуям сгал, вот тхуям сгал. И посмотрим, что тут, какая елка, больше или меньше. Вот эти елки мы уменьшим немножко. Ага, легче. В моем экране очень плохо показывает просто. У вас же 4 ката получается. Теперь нам нужно газон поставить. Сюда, можно вручную делать газон, кстати. Ну, я с интернета белую. Все не делаете трассировку там, тогда нужно такие детали взять, которые, ну, не стоит рисовать, да, такой, тратить больше времени. Зачем на этот газон тратить там свой 20 минут? Или 10 минут? Кто-то, может быть, полчаса рисует. Угу, угу, угу. И многие художники обычно пропустят, чтобы не рисовать их. Да. Пару молотинах зарисует, что вот вам права. Ну, я там делала. Да, если мы сейчас будем именно со стороны творческих посмотреть все эти нюансы, мы не успеем просто. Почему вот некоторые вещи я не объясняю? Потому что на это месяц не хватит, честно говоря. Там нужно долго изучать вообще глубину, например, как мы вообще должны видеть вот эти нюансы. Нужно рассказывать, ну, очень много времени уходит. По факту человек, который интересуется, может просто гуглить и посмотреть некоторые нюансы. Глубину, как почувствовать эту глубину, как правильно поставить вот эти, как поставить некоторые детали. А, кстати, ребята, если вы будете трассировать, я вам заранее скажу, я очень сильно узнаю трассировку. Так что вы не можете меня обмануть на каких-то деталях. Трассировка сразу курсовка. Трассировка сразу курсовка. и будем ставим сюда где открыты места это ёлка эту ёлку нужно вниз спустить все знаете да почему я группу делал так легче замечаете всё И яйца. Все травы контролируются. Угу. Все травы контролируются. Урху ямка. Урху ямка. Урху ямкой не оттуда. Урху ямка не оттуда. Продолжение следует... 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 вот его делаем мы чуть поярче эти две части поднимем наверх яркий вопкет чуть таков яркий вопкет боже мой боже где я можно так отсюда тогда взять свет отсюда отсюда нет уберем она не нужна все елки все решили сохраняем кстати не забудьте сохранить иногда автосохранение не работает так нам нужно поставить луну луну можем вручную рисовать или тоже трассировать не долго будет вручную рисовать обычный круг вы хотите сделать так разве не красиво она убивается все картины она слишком реалистичная по сути работа векторная а у нас такая реалистичная она 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 сейчас 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 дайте мне немножко времени свет копируем и делаем gradient вставим этот цвет этот цвет будет у нас white его делаем radial и ребята иногда бывает такой случай вот например вот видите у меня именно линии не выходят только с точки показывает и здесь и здесь если у вас то же самое будет заходите в и здесь есть шоу бокс вот эти нажимаете и показывает эти линии окей его мы делаем побольше и и вниз спустим тоже можно делать или вот так па 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 не 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 подождите сейчас 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 подождите, кто тут сей на разор. Ребята, смотрите, что я делаю, его поставлю более, чтобы реалистичный, не реалистичный, но чтобы похож был, да, берем, его опасить немножко уменьшим, сделаем 50%, давайте сделаем 30% и посмотрим. Красиво. Нормально? Да. Супер реалистичного. И немножко вот так настроим. Я был мультяшный, иллюстрация Тильяна Акен. Смотрите, почему они так говорят. Вот у нас все здесь рисовано, здесь четко, и луна как будто настоящая, и поставили, и человек, который вот это видит, может сомневаться, что то ли взяли откуда-то просто луну поставили, или сомневается, что мы это сами рисовали. Понимаете? А тут заметно, что... Все, тут у нас почти все готово, и теперь нам нужно, по-моему, какие-то 2-3 елки взять, вот сюда поставить, как вы думаете? Не стоит, потому что там есть, потому что там есть рецепт, нет. Ну, ладно. Да, не стоит. Ну, мне облака не нравится, честно говоря, оно не мрачный какой-то. Мне тоже облака не нравится. Это будет приплее. Давайте его сделаем черный, потемнее, и вот так делаем немножко. И теперь просто давайте попробуем закрыть маску, посмотреть, что у нас получилось. Надеюсь, что это хорошо получилось. Закроем маску. Вау. Как вам? Открытый. Он твой зарубой, я не знаю, что ты взял. О, баааааа. Буны ты из-за спеши, да? Да. Маммед, ты курс лам тресеревка, ахвалы? Да. Маммед, ты более на карах. Кали. Да, Шэн. Открыть эту группу, в своей войне. И тут можно еще что-то добавить, чтобы такое было. Хотя нет, давайте. В целом норм. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. и мы могли бы купить свои вещи и они бы не могли бы купить и они были очень мертвы это очень хорошо это очень хорошо а вот нормально теперь вам на ома маска и манам чизген лар маски шипов кое-шим кэри Вот это выделю Ctrl X нажму Захожу в маску Ctrl Shift V сделаю И все, все в маске Все, остальное лишнее удалим